Дорогие друзья, я рад представить в зале Музея обороны Москвы выставку «Мечта творить, закалённая войной» из моей коллекции. Коллекция военных художников у меня большая, и вот как часть коллекции, посвящённая войне, я представляю выставку работ учащихся Московской средней художественной школы, которые были в эвакуации в селе Воскресенском. В 1939 году произведён набор в открывающуюся Московскую среднюю художественную школу. Набирались ребята со всей страны, самые талантливые, проходили отбор, в том числе сдавали экзамены. Кто-то поступал без экзаменов, набирали сразу во множество классов. Поэтому среди них оказалось огромное количество талантливой молодёжи, которые уже в 1941 году представляли свои работы на Кузнецком мосту, что небывалое событие, когда ученики представляют работы для всех. Всего два года проучились, 500 работ было на этой выставке, и их оценили действительно как работы заслуживающего внимания. И вот в 1941 году, 22 июня после начала войны, комитет эвакуации города Москвы принял решение об эвакуации Московской средней художественной школы в село Воскресенское в Башкирии. Эта выставка связана с музеем города Москвы, тем, что это московская школа, и вот в времена войны, соответственно, таким образом поступили с ребятами, которые в ней учились, то есть решили их эвакуировать. Давайте подойдём, посмотрим работы начального периода нахождения ребят в школе. Представлены работы, которые писались в самой школе ребятами, то есть это начиная с 1941 года. Вверху работа, которую хочу отметить, это Никита Калинович, который в 1942 году умер, к сожалению, в Воскресенском от ТИФа. Один из самых заметных учеников был, но такую потерю школа понесла. Ребята в село Воскресенское добирались в эвакуационных поездах. Первый поезд отправился 6 июля 1941 года, с ним уехало порядка 150 ребят и 50 человек учителей и какого-то административно-хозяйственного персонала. Также ещё несколько поездов отправлялись 6 августа, 6 сентября, и по воспоминаниям Гелия Коржева, один из поездов уходил уже в конце сентября. Однако не все ребята успели на них попасть, потому что находились на каникулах, многие ребята из других городов просто до Москвы не успели добраться, и некоторые добирались самостоятельно уже в село Воскресенское в Башкирии. Село Воскресенское в Башкирии само по себе известно тем, что это русское село старообряческое, которое выросло вокруг медеплавильного производства, известного на всю Россию тогда. Завод потом принадлежал тому самому Пашкову, дом которого находится, вы знаете, в центре Москвы. Вот ребята уезжали, конечно, ненадолго, то есть брали с собой немного вещей, думая, что вернутся к зиме. Однако зима в Башкирии их застала. Зима в Башкирии, как вы знаете, климат континентальный до минус 50 градусов, поэтому ребятам приходилось нелегко ещё и с этой точки зрения. Естественно, не хватало всего и одежды, и обуви, материалов для рисования, красок, холстов. Приходилось братья Марли и какие-то подсобные материалы. Здесь представлены работы художников, вот этих вот ребят самих, учеников, которые впоследствии стали знаменитейшими художниками Советского Союза. Ну и, естественно, учителя. Здесь мы видим работу учителя Рыбченкова, Барща, Почиталова, Шигали на выставке. Работы самих учеников и 41-го, 42-го, 43-го года, и уже после возвращения в Москву какие-то работы есть отдельных. Упоминания заслуживают работы Стажарова. Это известнейший художник, и мы можем увидеть, каким образом формировалась его творческая манера. Это 42-43 годы, работа в селе Воскресенском. Ниже работа уже более позднего периода, где его манера узнаётся уже в полной мере. Также на выставке представлены работы народных художников СССР Алексея Ткачёва, который тоже там же был, Петра Особского, Виктора Иванова, заслуженных художников Ивана Сорокина, Виктора Дмитриевского, Валентина Пурыгина, Владимира Гаврилова, работы вот очень интересные. Надо сказать, что ребята, которые достигли уже к 42-му году 18 лет, были призваны в армию. 22 человек отправились на фронт из села Воскресенского. Те ребята, о которых мы сейчас говорим, и те художники, это и Владимир Гаврилов, Виктор Дмитриевский, и Иван Сорокин после окончания военно-инженерного училища были отозваны в студию имени Грекова, где работали кто-то до конца своей жизни, как Дмитриевский, кто-то чуть-чуть позже, чем до конца войны, военными художниками. 18 человек погибло, но не из этих 22-х, а из Москвы тоже кого-то призывали. В общем, всего 18 человек погибло на фронтах войны из учеников школы, которые поступили в 1939 году. В эвакуации были и братья Никоновы, известные Михаил, в частности и Павел. Вот у нас представлены на выставке работы Михаила. Они были в эвакуации с семьей. Отец их, ну старый еще, так сказать, закалки офицер белый, потом репрессированный, отозванный уже потом из колонии для службы во время Великой Великой Войны, все-таки вернулся тоже в село Воскресенское, в отставку, вместе с ними там жил. Ну, человек был суровый, и, возможно, он поэтому сформировал такое вот суровое творчество своих сыновей каким-то образом. Но здесь представлены работы Никонова двух периодов. То есть первый период — это вот такое следование русской эллистической школе 50-х годов, середины, что достаточно для Никонова нетипично, и работ таких немного. И вот эта вот работа, которая называется «Вариация на русскую тему», которая уже, ну, так сказать, нам манеру Никонова больше напоминает, вот этот небольшой этюд, он достаточно полно раскрывает вот ту манеру, которая пришел он после 70-х годов, такой вот нон-конформизм. Вот, кстати, ну, аналогичная работа в Третьяковской галерее экспонировалась тоже недавно. Если говорить о династиях, то также два брата Татуновых были в эвакуации Андрей и Сергей. Наверное, все-таки представлена работа Андрея Татунова, заслуженного художника России, работа тоже сделанная в эллистической манере. Но это вот после окончания института они все-таки все работали ближе к русскому реализму. Вот, тоже работа достаточно редкая по сюжету и по исполнению, так что имеет такой, в общем-то, тоже интерес определенный. И работа педагога школы, который приезжал в Воскресенске, тоже продолжая ребят учить. Там же его дочка в эвакуации была, то есть там семьями, конечно, были художники с детьми. Вот, это Григорий Михайлович Шигаль. Работа, она точно не датирована, но это где-то конец 40-х, начало 50-х годов. Вряд ли это села Воскресенская, конечно, но, тем не менее, такая работа интересная. Ну, в школе, естественным образом, формировались пары, которые связывали свою жизнь потом, так сказать, надолго. Вот, это, в частности, можно вспомнить Владислава Федорова, замечательного художника, и Тамару Осипову, работа которой также на выставке представлена. Вот, на этом планшете у нас есть две работы Асгата Рузаева, который в 45-м году вернулся с войны с тяжелейшими ранениями и, по моей информации, вскоре скончался. Вот, здесь он написал портрет своего друга Рашида Максютова, который был такой вот немножко хулиганистой сигаретой. Также есть работы художников-графиков, не все становились живописцами, вот можно посмотреть здесь вот у нас. Здесь представлены работы графиков Владимира Ивана Кура и Таисий Скородумовой, такие, ну, одни из самых известных графиков. Также можно отметить работу Руслана Кобазева. Почему? Потому что Кобазев человек, который стоял у истоков создания в селе Воскресенском галереи художественной, посвященной работам учеников, которые были в этой эвакуации. Вот, эта галерея существует как филиал музея имени Нестерова изобразительных искусств, значит, Уфимского. Ну, вот, я надеюсь, что вы, посетив выставку, останетесь в восторге от тех работ, которые здесь есть. А самое главное, узнаете о непростой судьбе тех советских художников, имена которых, может быть, вы слышали, но не знали о том, что они пережили во время войны и с чем столкнулись. Поэтому приходите на выставку, получайте удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok